Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и прошу прощения, что я бегу просто куда-то еще и подлагивая по своим делам, и не стою, как обычно, с вами тут не здороваюсь. Все потому, что сейчас у нас новое обновление Star Stable, обновление Радуга. К нам вернулась Радуга, у нас Радужный фестиваль, и в связи с этим у нас сплошняком, сплошняком одно большое обновление. Поэтому, все те, кто знает, с чем связана Радуга, догадываются, на какой конкретно холм я так просто бешено скачу. Причем, да, я сегодня села на свою исландскую лошадь, на которой я не сидела уже бог знает сколько времени. Я вчера про нее вспомнила, и, блин, обидно, что реально я ее очень сильно хотела, когда покупала, я на ней долго каталась, а сейчас она просто стоит и простаивает у меня в конюшне. Давай даже поздороваемся. Ее зовут Скромная Душенька, и, в общем, это одна из самых первых моих лошадей. Так, в общем, сейчас мы пойдем просто выполнять задание. Да, я хочу отправиться в Облачное Королевство, потому что Мика Стонграундс, она вернулась, ее долго не было. И вообще она, по-моему, появляется раза два в год, или раз в год, я не соображаю. Ребята, ну как же я обожаю эту локацию. Если вы смотрели Барби и Лошадство Пегаса, то вы будете фанатеть этой локации точно так же, как и я, потому что она именно напоминает тот самый мультик. Так, ну, видимо, мне не доноснее поговорить, потому что я-то задание выполняла когда-то, то есть у меня тут ничего не добавилось, грустненько. Я думала, каждый год одно и то же, можно там пойти к ней, поболтать, но, к сожалению, нет. Вещи у меня тут тоже все собраны, тут была суть с вещами, тоже все собрала. Вот это вот облачко, под которое можно типа помыть лошадку, как же она меня всегда радовала. Вообще локация просто волшебная. А вот именно для таких вот пони Чинкоти, кстати, она тоже очень классно смотрится. Давайте же заглянем в магазин. В магазине тоже ничего нового не появилось, а все, что было, я уже скупила. Ну, жаль, очень жаль. Так, мне интересен один момент. В аккаунте инстаграма StarStableOnline было как-то увеличено вот этот вот замок, конкретно облачный замок. И он мне еще больше напоминает Барби и Шестопегасы. И когда-нибудь, я надеюсь, мы сможем попасть туда, не знаю, по заданиям или не по заданиям. Но, ну, все понятно, тут ничего не изменилось. Нужно бегать, собирать подковки. Кстати, мне только что дошла одна вещь. По идее, когда заходишь на эту локацию и едешь, у тебя тут доступно облачко. То есть, прям на мостике. Но оно мне почему-то недоступно. Может быть, надо гонку пройти? Надо посмотреть. Плохая идея была ехать сюда на самой маленькой почти что лошадке. Ааа, как я давно эту гонку не проходила. Еще эта дурацкая камера, которую StarStable изменили. Вообще неудобно проходить гонки теперь. Нужно вечно ее как-то вверх перетягивать. Ией, классненькая такая. Ой, как классненькая. Ну, в общем, ладно. Попытаемся пройти гонку. Я надеюсь, что после того, как мы отмучаемся на этой гонке, я смогу открыть то самое облачко, которое позволит мне собирать подковки уже как бы на территории облачного королевства. Покатавшись, я поняла одну вещь, что на маленькой лошадке проще объезжать всякие препятствия. Потому что, ну, она же маленькая, ей проще как-то выруливать на гаражах, не попадать на молнии и все такое. Но зато большущей лошади, типа Шайра или Клейксдаля, можно проще собирать подковки. Он же больше, поэтому он их как-то быстрее и цепляет, в отличие от того же исландца. Так что, если вы хотите поворотливости, то садитесь на маленькую лошадку. Если же хотите стопроцентно собрать все подковки, то берите лошадь побольше. Хотя вот мне осталось собрать сколько? Вот 9 подковок? Ну, просто как-то на больших лошадях все это задевается намного проще. Ну, это мое личное мнение. То есть, как-то на больших лошадках у них как бы, извините, круг пошире. Поэтому собрать можно и побольше. Ну, в принципе, все. Сейчас тут последняя подковка осталась и узнаем, где мое облачко. Вообще, гениально было это гонку в первый день проходить на исландце, который прокачан до максимального уровня, потому что ему опыт больше не нужен. Ну, это был мой косяк. Уж больно хотелось сесть на моего старого исландца. Ну да ладно, ничего страшного. Так, я не поняла, где мое облачко? Облачка нигде нет. Мне кажется, разрабы, ну, как бы, знаете, бывает у них такое, что они выпускают обновление, но оно не доделано. То есть, они забывают какую-то мелочь додобавить. Ну, сколько тут людей. Ох, классненько-то как. Ну, в общем, ладно, поедем дальше смотреть, чего там где и как. Потому что это еще не все. Кто-то бы другой на моем месте подождал бы последние 10 минут, пока радуга появится в другом месте. Но, походу, не я. Мне сказали, что радуга находится в пустошах, и поэтому я просто срочно бегу туда. Но пока что радугу я почему-то не вижу, и меня это немножечко напрягает, а не поддельную информацию мне бы дали. Кстати, я еще попыталась одеться по прошлогодней форме, которая давала нам лепрекон в обмен за свое золото. Но, к сожалению, так как вещей у меня много, я не смогла найти весь комплект у себя в шкафу. Но нашла только платьица и амуницию на лошадь. Знаете, мне кажется, что радуга мне сейчас недоступна, потому что разработчики писали, что когда ты заходишь в игрушку, радуги может у тебя и не быть. Подожди, пока она появится в следующий раз. Ну, мне уже написали, где она. Если тут как бы радуги-то нету, но лепрекон-то должен стоять. По сути-то, лепрекончик больше нужен, чем сама радуга. Значит, он должен стоять здесь, и, к сожалению, мне его не дано увидеть, потому что мне, видимо, нужно подождать. Ну, подождать следующие, скажем так, полчаса, когда должна появиться радуга в другом месте. И мы уже можем посмотреть, что шикарные просто радужные нагавки, шикарные вальтрапы, у кого-то уже и футболка. Значит, мы видим сумку и уздечку. Ну, в принципе, весь комплект мы уже видели на промо-фото в обновлении Star Stable. И мне этот комплект очень понравился, особенно седло. Я очень хочу увидеть это седло в реальности, я хочу у себя получить. И я вообще буду радоваться за всех тех новичков Star Stable, которые успели в этом году получить данные предметы, потому что, ну, седло реально классное, и, считайте, вы вот такое шикарное седло получаете бесплатно. То есть уздечку, как бы, ладно, можно поменять на другую, чтобы участвовать в выездке, но вот это вот, как бы, седло, которое мы пока что ни на ком не видим, вроде бы. Ни на ком? Или... А, вот, девочки, новое седло. И мы можем попытаться посмотреть его как-нибудь криво задом-передом. Вот, стой, 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 стой. Вот такое вот седло, в общем, оно чёрной кожей и с радужной вышивкой. Вообще очень классно смотрится, и если издалека, то даже не заметишь, что это, ну, седло из именно радужного сета. Так, значит, пока что... Сколько у нас времени уже? Времени ещё только 57 минут, и пока что радуга, по идее, здесь. Так что можем пока подождать следующий раз, когда появится радуга. И, насколько я помню, с этим событием должны быть ещё магазинчики в Морландии и в других крупных деревеньках, поэтому мы сейчас вернёмся посмотреть, а то я про них совсем и забыла. Нет, видимо, я ошиблась. Мне, хотя мне казалось, что данное мероприятие должно иметь лавочку, в которой можно купить сеты за прошлые года, но, видимо, я ошиблась. Хотя очень жаль, потому что я вот, к примеру, забываю, что на некоторых событиях амуницию и одежду можно купить на следующий год в магазине, но уже за СК. Но, видимо, события радуга это эксклюзивные события и лавочки вам в честь всего этого не видать. Кстати, у девочки очень красивый комплект с новыми нагавками. Мне нравится. Так же хочу. Вот, ну, видимо, что ещё в этом обновлении? Значит, события, всё это радужное, продлится до 19 июня. Так, нужно... Если вы собираетесь собирать комплект, который обменивается на золото у лепрекона, то освободите место у себя в рюкзаке, потому что за 10 кус... кусочков в каждой мини-игре по сбору золота можно собрать максимум 10 кусочков. Ну, короче, ладно, это мы посмотрим ещё на ходу. В общем, освободите место под это золото в рюкзаке. Потом, что ещё? Радуга вообще появляется в долине золотых холмов, в ферме Дью в Японии, забытые болота, озеро Вейлдейл, поля Эвернинт, золотые поля и фергрови. Всё, это единственные 7 мест, где радуга вообще появляется каждые полчаса. Так что, если вы запомните список, где радуга может появиться, вам будет проще понять, куда можно ехать в следующий раз. Так, потом, значит, разработчики исправили, что лошади в последнее время врезались в неигровых персонажей, точнее, они затормаживали около них. Теперь это исправлено, лошади затормаживать не будут. Хотя, вот, мне кажется прикольно, что лошадь, проезжая мимо неигрового персонажа, то есть NPC, замедляется. Это как-то реалистичность и добавляет. Событие Морланд Канкур остаётся до следующей недели, или потом его убирают. Лошадиная ярмарка на этой неделе закрыта, и на следующей неделе, боже, я, в принципе, коплюю скаточными, и есть иска, я их не трачу, чтобы купить новых Ахалтикинцев, ещё несколько мастей, которые должны бы, по идее, выпустить чуть позже. Но разработчики сделали намёк, что на следующей неделе нас ждёт новые лошади, или, как они написали, новые великолепные лошади, со знаком вопроса. И я не понимаю, это либо намёк на то, что добавят ещё раз Ахалтикинцев, оставшихся три масти, ну, типа, может быть, разработчики считают, что они сейчас сделали Ахалтикинцев, просто шикарнейшие породы, я, в принципе, с ними не спорю. Ахалтикинцы непривычные, но симпатичные. Вот, но, я думаю лично, что, возможно, на следующей неделе появятся новые магические лошади, и мне вот очень интересно, что же это за новые магики будут. Когда-то, давнодавно, в прошлом году зимой мы видели спойлер о том, что вроде бы разрабы работали над магическими фризами, или что-то типа того, или... А нет, магические лузитаны, там такой промежуточек был в инстаграме, и все подумали, что вау, круто, скоро выпустят магических лузов, но, как видите, пока что это не сделали. Может быть, в этом году разрабы выпустят этих магических лузов, или вообще их не выпустят, никогда кто знает. Или, может быть, на следующей неделе вернутся самые первые магические лошади. Боже мой, это, вот знаете, как бы, есть несколько магических лошадей разных поколений. Есть самые первые лошади, это огненный, потом он, ну, такой черный с красной гривой, потом есть ярко-синий, потом есть серебристый с фиолетовой гривой. Это вот самые первые магики, потом были тяжики магики одних окрасов, потом сделали еще новых шайеров магиков, и вот последние несколько, пол, сколько, несколько, последний год я сплошняком вижу только вот этих шайеров магиков. я хочу увидеть снова начальных магических лошадей, самых первых, потому что у меня ни одного из них нету, я очень-очень хочу их в свою коллекцию. Хотя бы одного, не знаю, ну, огненного точно. Вот огненного просто шикарно, я хочу себе точно огненного, а всех остальных по возможности, но если их добавить на следующей неделе, ясно идеяло, я их не смогу добавить, это очень-очень грустненько. Хотя я не помню, сколько они стоят, а может быть, и смогла бы. Ну, в общем, ладно, пока что мы ждем по моему времени еще минуту и бежим искать новую радугу. Я стояла, ждала, пока кто-нибудь напишет мне, где радуга, но решила поехать на ферму Стива, потому что чаще всего радугу видно из любой почти точки именно оттуда. Я приезжаю и вижу, что радуга находится в самом ближайшем месте от фермы на поле Эвернинт. И я, по-моему, оказалась первым человеком, который начал писать об этом в чате, что радуга на поле Эвернинт. Радуга на поле Эвернинт. Я даже не удивлюсь, если я все равно приеду, а там дофига народу, потому что, когда все приезжают к радуге, никто не бежит обратно писать всем о том, где она. Ну, хотя, смотрите, однако народу все равно... Ну, так, нормально. Так. Ага, вы его заградили. Вы его специально заградили, чтобы я его не видела. Не, ну, серьезно, ну, ребят, свалите, я не хочу вас ческидать. Кто ты? Мое золото ты видела? Пфу, радуга словом, он радуга ломается постоянно, мое золото во все стороны летит. Риз! Люди искать золото, люди находят золото и дарить мне. Хорошо звучит? Радужное золото, которое очень трудно найти, ты должна сделать все правильно, не слишком быстро и не слишком медленно. Сложно, но мои подарки того стоят. Меня жди здесь. Радуга меняет место, и я меняю место, никто не может меня найти. Хех! Так, чтобы найти радужное золото, ты должна искать в зеленых насыпях возле радуги. Ты играешь в мини-игру, чтобы искать в зеленых насыпях, и чем лучше у тебя получается, тем больше радужного золота ты найдёшь. Когда ты найдёшь достаточно радужного золота, тогда поговори с Шауном и обменяй его на подарки. Так. Помни также, что радуга появляется в дневное время. Короче, радуга появляется, я помню, до 7 вечера. А вот, кстати, как играть в мини-игру, я напрочь забыла. Ну да ладно. Сейчас будем вспоминать по-другому никак. Так. Тут можно вообще... Я слегка помисла. Ты не можешь. Слезть с лошади. Нее. Ну зачем слезать, если можно сидя? Я серьёзно. Ну зачем, а? Ну ладно. Старт. Я не помню, что надо делать. Готово. А, вот так вот. Ну... Ну... А! Вообще сложно, у меня ещё слегка подлагивает, когда я почему-то запись делаю. Ну, короче, я нашла 9 кусочков золота. Неплохо. Так. Ну, давайте мы сыграем до тех пор, пока я не получу свой первый предмет. Так. Ага. А где? Где мои кучки золота, когда они так нужны? А, вон кучка золота. В принципе, да. Если так вот бегать полдня, то за один день реально собрать себе целый комплект. Слезай, давай. Слезай. Пять. Что такое? А, типа нельзя, чтобы твоя лошадь рядом стояла. Точно, я вспомнила. Ну, сейчас мы тебя отодвинем, мой исландишка. Исландиш. Что такое? Что так лагает, а? Слезай. Я не понимаю, почему на некоторых точках карты нельзя слезать с лошади. Просто не получается. Старт. Давайте. Оп. 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 Я напоминаю, что каждый раз она меньше и меньше становится. Ей, все, все 10. Да. Давайте поедем обменяем на первый мой предмет из коллекции 2019 года, радужный. Вот. И после этого как бы будем заканчивать. В принципе, это и все видео по обновлению на сегодня. Так что давайте собирать комплекты, собирать золото, обменивать его на подарки, потому что комплект шикарный. И ждать в следующей неделе, потому что разработчики вот лично меня прям заинтриговали. Так. Обмен предметов. Ага. 7. А, стоп. Нужно 7 штучек для обмена. Уздечку. А, то есть я даже дважды могу. Ба-ба-ба-ба-ба. Давай мне уже предмет, пожалуйста. Угу. Уздечка и награвки. Давайте же уже оденем. Я специально взяла прошлогодний сет, чтобы потихоньку одеваться в этот сет этого года. Ну давай же, одевайся. В общем, начало положено. Мне очень интересно, какой выпадет питомец. Прям очень-очень интересно. Но комплект меня с самого начала уже порадовал. Так что, ребята, давайте собирать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. С вами была я, Донали, и моя лошадка Скромная Душенька. Как я по тебе скучала. В общем, всем пока, удачи вам и собирайте золотишко. Субтитры создавал DimaTorzok